срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи с федор васильев продолжаем серию уроков на тему вудморт в этом видео установим тему вудморт дочернюю тему и так тема у меня уже естественно есть на компьютере будем считать что вы тоже приобрели эту тему в админку заходим нашего сайта я перехожу внешний вид темы дальше нажимаем добавить дальше нажимаем загрузить появляется окно нажимаем на кнопку выбрать файл и выбираем тему с компьютера после того как тему выбрали нажимаем на кнопку установить видим текст тема успешно установлен далее нажимаем активировать дальше нас встречает вот такое приветственное окно от темы вудморт обратите внимание все на русском языке если вы не смотрели предыдущее видео посмотрите его там я рассказываю как установить вертификатор здесь мы можем пропустить настройки но на самом деле это важные настройки давайте решим что мы будем использовать на нашем сайте это был чистая установка wordpress здесь нету не элемента не в у коммерц я предполагаю что мы создаем интернет магазин плюс элементар плюс другие плагины давайте начнем нажимаем далее здесь нас просят активировать ключ лицензионный он будет нужен чтобы обновлять тему из админки его можете получить только разработчика а также техподдержку у разработчика если вы где-то иным способом тему заимели то активации можно этот шаг пропустить просто нажимаем пропустить установка дочерной темы это важный момент мы ее установим она должна быть активно дочерняя тема а основная тема будет просто находиться в темах зачем это нужно это нужно для того чтобы мы могли при необходимости вносить изменения в css или файл-функшен стиле или скрипты и при обновлении wordpress обновление темы в последующем чтобы наши наработки не слетали поэтому нам нужна дочерняя тема мы нажимаем установить дочернюю тему мы видим что она у нас установлена нажимаем следующий шаг здесь нам надо нужно решить какой из конструкторов будет преобладать вообще будем использовать на сайте vp bakery и элементар конечно элемент уже выбран то есть можно вот так вот мышкой просто выбрать берем элементов и будем использовать в связке с нашим сайтом элементар на тех страницах где он нужно обычно это оформление главной страницы чтобы красиво все оформить vp бейкере я использовал в уроке пяти часовом видео который залит на ю тубе кто его смотрел я там использовал vp бейкере сейчас же давайте использовать элемента он конечно же намного круче и мощнее функциональнее чем в ппп в пп бейкере нажимаем то есть мышкой прям кликаем на элементар вот сюда нажимаем следующий шаг здесь мы должны решить возможно у вас уже что-то установлено вот здесь из предложенных допустим элемент у вас уже был установлен допустим в у коммерц интернет магазин уже был установлен тогда у вас здесь будет другой статус то есть установлено и мы пропускаем эти моменты у меня ничего не установлено поэтому я начинаю сверху элементом нам нужен и причем он здесь обязательно но на самом деле мы можем использовать woodmart вообще без элемента и без вукоммерс то есть если нам магазин не нужен конструктора страниц элементом нам не нужен простой какой-нибудь сайт-блог тогда мы можем использовать просто woodmart на вордпрессе без всех плагинов но мы естественно будем ставить давайте нажимаем установить пока элемента устанавливается естественно все остальное у нас пока не активно нужно дождаться установки элементом опять же элементом тот же самый который находится в репозитории то есть бесплатная версия элементом точно та же которая находится в репозитории она отсюда устанавливать дальше woodmart core это дополнение которое обязательно нужно в связке с темой woodmart поэтому мы даже его не рассматриваем естественно просто нажимаем напротив установить она просто должно быть далее мы видим ссылки меняются здесь на деактивировать следующие слайд революшн это мы пропускаем это очень тяжеловесное решение очень мощный слайдер у нас есть для слайдеров встроенные виджеты woodmart который мы можем через элемент вытягивать это мы и будем использовать вот этого решения я бы не советовал ставить она слишком тяжеловесная дальше в у комикс у меня не установлен поэтому я отсюда его устанавливаю и так вы комикс у меня тоже установился следующий контакт форм 7 это плагин популярный для сбора заявок если вы его будете использовать где-то на странице контактов тогда устанавливайте я его не буду устанавливать следующий mailchimp for wordpress это если вы имеете аккаунт в американском сервисе по мл рассылке можно интеграцию сделать но так как он в россии сейчас не работает поэтому мы тоже его пропускаем и следующий плагин сейф свг это плагин помогает для удобной работы с свг векторной графикой допустим свг иконки очень полезная штука здесь я нажимаю напротив установить и так я пропустил слайда революшн контакт форм 7 мл чем по остальное я установил нажимаем следующий шаг следующий шаг это то что вы могли видеть готовые шаблоны в рамках в удморт а то есть вот так вот прокручиваем если вы допустим их не смотрели можно отсюда просто нажать и в новой вкладке в браузера то есть смотрите это как будет выглядеть ваш сайт вот прямо один в один если мы установим этот демоконтент один в один и тут допустим останется вам только лишь там не знаю заменить данные тот шаблон который вам понравился просто нажимаете импорт вот сюда на кнопочку и именно он установится то есть будут предустановлены менюшки статьи комментарии товары и другие опции которые надо будет вам потом под себя настроить я же в рамках серии уроков буду наверное показывать все с нуля поэтому импортировать я ничего не буду и нажму пропустить у нас все готово мы можем отсюда первое что сделаем вот здесь видим патчер видите светится такой десятка заходим сюда здесь нужно пропатчить разные моменты фиксит пофиксить так сказать в это вникать особо не надо просто надо напротив каждой кнопки нажать на кнопку применить и подтвердить действие вот видите применили следующий фикс и таким же образом нажимаете на все кнопки так я все пофиксил видим что здесь предупреждение больше нет можем обновить админскую часть вот видим что все нормально теперь мы посмотрим внешний вид у нас стало здесь гораздо больше всяких вкладок внешний вид темы смотрите активно видите woodmart chilled дочерняя тема это то что нам и нужно и просто тема woodmart она должна просто здесь находиться ни в коем случае и не удаляем посмотрим как выглядел сайт обновимся у нас теперь это выглядит вот так пока что еще ничего здесь нет не наполнено если у вас допустим интернет магазин вы только что установили как и я нет товаров то добавьте хотя бы тестовые товары они штук пять они будут нужны для того чтобы мы могли внешне оформить допустим главную страницу в дальнейшем внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в у коммерс элемента какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram и в это в в в в в Субтитры сделал DimaTorzok